У нас дождик. Начинаем новый влог. 20 градусов. Я тут перебираю петрушку. Смотрю инаугурацию президента. Правильно я сказала? Еще нам передали чавель. Дедушка передал. Дедушка мужа. В общем так мою его. Вот такой ход. Сейчас буду валить. Вот так вот мою тоже. Здесь кипяток. Потому что он грязный. Видите сколько грязи вышло. Желтое. Примерно хотя бы почистить. Нужно еще воду перелить. Еще раз залить. Так. А не трогай папины тапочки. Зачем? У отца. Тут у нас в отца. Говорю у Захара. Тут у нас чай. Фу грязный. На чай мама дает. Чай. Сегодня восьмое мая. Отлично попытается. Я тебе... Ты папины тапочки зачем трогаешь? На горшок лучше садись. Я вот так зомбирую, чтобы он изучал. Так, ладно. Давай. Сельдерей. Сюда кинула. И... Видно, нет? Видите? Лен. Чего у меня размораживается? Свинина. Ну что? Нормально воткнуто? Господи, опять коту полпу. Комс. Чия вниз... О, чия. Вверх поднялись. Капец. Думаю, что получилась красота, скажите. Она густоватая. Вот еще. Это сейчас я выпью. Это уберу. Ну, понятно, я уберу. Значит, сельдерей я вот таких отростка положила три. Сельдерей положил два, потому что запах... Просто пипец. Воняет так. Так, что мы там ищем? Кушать хочешь? Только можно хотеть и есть, Захар. Я просто обалдею. Чем бы мне детокс вот эти вот все сами можете делать. Густоватая. Воды мало. Он-то сок, игрушка. Ты чай выпил? Пиши. Сам вот достал. Надо будет сделать. Уже как неделю, наверное, эти кашки не ест. Как-то мы без них обходились. Обязательно это надо сушить. Иначе потом воняет. Сельдерей он прет. Но я без мыла мыла. Так. Яйца. Холодную воду. Сейчас стоят. Я сюда буду борщ переливать. Все, мясо у меня. Ой. Горячее. Горячая. Вот эти дети. Ничего не знаю. Просто опасности никакого нет. Так. Картоши. Читала про ваши комментарии. Ваши комментарии. В предыдущем видео. А, он не уснул ни хрена. Размечталась и встала. Просто, чтобы он уснул, мне нужно с ним побыть. Вот так он волосы наинтересует. Вот. Журнал засыпает. Читала комментарии по поводу кускового мыла. И чтобы кусковым мылом я от жирности от прыщиков на лице. Кстати, по поводу циндола. Это же я очень редко и снимаю. И мало. Не, особо не информативно, да. Вот я намазала циндолом. Часа два я по циндоле походила. Стала, пошла по дужам смывать. Я всегда люблю маски. Все смывать по душам. Не люблю вот это, знаете. Вот это все поднимать. Вот такой волос. Наследственная отца у меня такой волос. Девочка вообще первое, что можно снилаться. Поэтому, когда мужчина говорит, что у меня такой-то страшный. Особенно у девочек, то это все ваши гены. В общем, я не могла смыть этот циндол с лица. Я его уже мылом намылила. Это мыло. Что за хрень? Все какие-то зюльки какие-то. Захарки. Мылом уже намылила. Грязевые всякие. У меня тоже хорошо подсушивают. Не помогли. Не помогло. Потом взяла у меня скраб есть. От чистолени. Помните, что линия с косточками аврикосовым. Потом я скраб от Эйвен стоит такой с ментолом. Что там он охлаждающий эффект дает. Ничего не помогло. Ну как, чуть-чуть. И все равно это предняток остается. Короче, все лицо не вариант мазать. Либо это может быть нужно сразу смывать. Минучше 20. Но точечно все равно я мазать буду. Потому что, смотрите, у меня какой. Вы понимали, он очень болючий. Вот эти, знаете, такие. И взять и посередине. С трудом. Вот. По поводу детского кускового мыла я... Спасибо, я услышала. Ваш совет. Ну, у меня всякие такие другие мыло, маски есть. Тяжелые. Видите, они очень грязевые, очень хорошо подсушивают. Но, знаете, мы знаем один эффект. Косметологи всегда говорят. Подсушивание не есть хорошо. Наоборот, буду есть еще больше прыщики. Конечно, мне нужно идти к косметологу. Дело для того, чтобы в деньгах. Дело даже... Я у них была на чистке лица только. Ни раз я ходила по биглеону, по акции. Там что-то мне делали. Еще у меня такая фигня есть. Мне чистка, а вот что там делали. Просто маски, омолаживающиеся какие-то процедуры. У меня такая фигня, когда я начинаю что-то с лицом делать. У меня начинает щекотаться. Щекотит же все. Я начинаю хохотать, короче. У меня косметологи просто слушают, что-то ненормально. Я... Хи-хи-хи-хи. Что-то говно. Это ненормальная, короче, вообще пипец. Посоветуйте мне на марку. Какая? Солнце луна там, я не знаю. Посоветуйте мне, чтобы я чисто пошла и купила за определенным мылом. Я попробую. Чего-то не попробовать. Так я же всякими мылами пользуюсь вот этими. Отточка прям, которую... Мне предупредили, что после проглачения грудного скарма я вообще надожернится лицо, начнет лазить прыщики. И поправляешься. Вес увеличивает. Ну, дело в том, что я и до проглачения грудного скарма я стала поправляться. Ой, слушайте, это вообще пипец. Я не знаю, что делать. Как похудеть? Я уже всякие-то таблетки смотрю в фирму. Прочитала. Мне надо воду погнать, потому что я прям отекшая остаюсь. Стою утром, у меня продолжаем полозами мешки. То есть я понимаю, что и в пузе у меня там очень много воды и жидкости. Мне тоже так сказали, что это застой воды. Это не то, чтобы у меня нет жира. Нет, я имею в виду, это 50 на 55 процентов воды. Однозначно. Мне прям сказал доктор. Вот. Значит, тебе нужно как-то погнать воду, там что-то, чаю-то типа пить. Ну, есть такое средство, как турбослин дренаж. Хотела сначала его купить. Теперь я побаиваюсь, боюсь. Почему мне? Это у меня какого-то лицо скосилось, нет? Вот это века, она однозначно упала, потому что у меня эта сторона больше всего болит. Видите, здесь повыше. В общем, вот этот турбослин. Очень большие последствия он вызывает. А, она мне сама по себе еще, то есть она по себе, куда мы тут ваш делали бровей еще. Женщина не знала, как мне рисовать на века. Ужас. Людям плохо становится, каждые 10 минут бегают писать, трясет, рвота, короче, пот. Я точно, вы знаете, я точно к этим людям буду относиться, к всяким, которых все через жопу, к этим аллергикам, поэтому... Что делать? Жду ваши советы, давай. Все, кипячу. 4,5 литра получила зеленого борща. Не могу я мало готовить, потому что вот я старалась, мне нужно, у меня не так много щавеля было. И на эту кастрюлю вот сало. Видите, кусочек сала. Я его жарила, зажарку делала. И... С кокс я не старалась сегодня сделать. Все равно 4 литра бульона набрала. Конечно, уже поднялся. И не вкусный был. Ляля спит. Так, я налила себе борщ. У меня осталась свинина. Я решила ее пожарить. Здесь компот сахарки. Новый, горячий. Надо какое-то новое мясо домой покупать. Но... Точно будет, наверное, курица. Ну, может быть, индейка. Или кролик, я не знаю. Но... Точно не свинина. Ну, приедается все. Одно и то же невозможно есть. Вот. Поэтому... Все позеленело. Красота. Все зеленое. Раньше я жила в степи. Ну, все в свое детство. Так. Сейчас тут остынет горячей. Харкой. Погуляли. Без коляски. Как она мне это здорово достала. Тяжелая. Пипец. И вот пошла я с ним за ручку в первый раз. Маленький, конечно. Это я ему компот налила. Еще вот с этим пакетом. Препресток заходили. А что делать? Надо как-то приспосабливаться. За батоном ходили. Батон такой уж твердый. Я себе купила гамбургер. Сейчас чай попить. На ужин. Тук печенья. Вот это мне очень нравится. Две. За чаем. Потом такие два сырка взяла. Но это не это Захара. Это для нас папы. Коровы из коренок. Потом вот такую штучку взяла. Увидела трубочка. Даже не знаю, сколько она стоит. Два огурца. Вот такой сыр. Написано голландский. Это нам бутерброды. И два огурца вот таких. Там еще один остался. Положу пока сюда. Что-то я перекрестки давила, давила. Они все такие мягкие были. Так, свинина. Я перед выходом готова. Это зелень. Подумайте, что подгорела. Это зеленая, это зелень. Что тут, Брюс, отходи? В рот засунуть. Не понимает, что нужно откусывать. Этот хлеб был подсохший. Потом, конец дня, уже подсох. Не знаю, может быть, вчерашний. Видите, он полностью. Если бы он мягкий был, он бы вообще весь засунует. Так, все. Вамбургеры себе погрела. У нас полвосьмого. Это уже поздновато. Сейчас воду налью. У меня, кстати, здесь где-то был зеленый чай, но я его не хочу пить. Горький. Не могу. Капец. Накусила. Накусила. Для глаз. Чья еда? Зачем ты так делаешь? Смотри, какая вкусная. Одна по акции была. А еще где сына? Еще где? Тупец, там холодно, сынок. Пятнадцать грамм до сих пор. Так у вас что, какая идея, типа? Либо что-то... А, ну, а где есть этот сценарист? Ну да, у меня есть образование сценариста. Я закончил дик. И на самом деле недолго был в заблении этого спорта. Вообще, они сидят в благоспорта. Окей, я на 15-й пост. Мы уже были с упора первые. О-о-о. О-о-о. Это набор кадров. Что-то такое, знаешь, с подсознанием. Ребята! Давайте соберемся все вместе в общей зоне. Никитос, он в какой-то проекта. Я приятный директор. Открыть, посмотреть. Наконец, в форме решились обратить все участников. Что будет связать с этим идей группа? Короче, расклад сегодняшнего дня. Мы тут как бы на свою голову решились его строить в выходной. Он воняет. В этом сегодня будем снимать клип. Корица. Хе-хе-хе. Сейчас, пока мы делаем этот тракт, пока делаем, каждый, чтобы, может быть, и подумал о том, как он бы мог бы прикольно представить себя. И лучше странным образом. О, давай мальтишку с подушками, где падают. Да, фишка с подушками. Да, да, да. Подушками, да, да, да. Постарайтесь это сделать коллективно сейчас. Зафиксировать это все, чтобы не на словах. Не знаю, страшно пить, если честно. Ну, идейки в общих чертах, да? Чтобы мы вот видели это визуально и все запомнились идейкой. Серега, бессмертие! Если честно. Серега, бессмертие! На прошлой неделе. Ой, гора посуды. Все на мне, все на мне. Тут чуть-чуть прибралась. Это моя месячная. Вот календарик, в смысле. Значит, смотрите, что купила. Соль взялась тебе. Вот эту. С чередой. Всего лишь два фильтра-пакета стоят 40 рублей. Давно хотела попробовать на вас вид вот это витамины для лица. Много чего понаписано. Вот только что. Я его сейчас хочу заварить, но я боюсь. Блин, опять воды нет. Ой, блядь, тут пока посуду было. Гречка. Захар, ну что ты? В общем, я тут заваривала его чай. Составки вам доказывала, да? Пасты, знаете, на всякие аллергии, то есть все. Блин, ну на корицу у меня вроде нет аллергии. Вот там пирог с корицей делала. В общем, я думаю, он настоялся. Он уже за финистилом сходить у Захарки. Финистил закончился. Ему вчера сделали прививку. Сегодня, кстати, 9 мая. С Днем Победы всех. Великий день. Да, знаете, из-за года в год говорить одно и то же. Все это должны знать и в своих сердцах таить, таить, держать. Вот. Ну, у нас наклевывается неделя дождей. Вот, у нас вот 16. Где 16, там и 15. Это, в общем, плохо. Потому что это холодно. И нам нужно как-то за Харкой проклюнуться дождем. В общем, страшно пить вот это. Когда еще сможем в ссоре. Моношел шел. И этот. Другой плохо станет. Жир-жирающая хрень. Потому что я обосрусь мгновенно, да?